Субтитры создавал DimaTorzok 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 готовы, уже и всякие облечать лицом синем, и люди схиляют голову, где сдастся упало не изменять с ланцугами, жить рабским життем не прыгожим, а бы себе знижить своими руками. Где вы истину? Причу я. О, Боже. Если скориться нам врагу треба, калиберы вверх его силы, нехай нас удары с громкостного неба, хай приме живых нас в могилы. И раптом променные нечто межночек, и не обвело белизною. У дола пускаю с полоха наводжа, тямли уже нема подо мною. Мы так утякли, не вошли у полонянки до орога, аля не зеленина. И зелья, и кветки, то все святязянки. Нас Бог обернул в рослины. Листы все зеленые, они бы в ялины. Их лица, как вы белетиней. Плывут над водой, как пух лебедины, белеют над безданью синей. Как знак частяний, и вось гэтой порою, у коляру белой одеты. Той, кто кранется крывавой рукою, не убачить он белого света. Отчел на самим себе царь русский это. Отчула его на света. Нарвали на березе в озеро кветы. Головы венками оббиты. Не только кто брал кветки гэтые у руки, была у них жахливая сила. Той падал и енчу, и корчился в муках. Того смерть сразу косила. Прошли с того часа. Минули ста годзе. И в память об тым пока ранне. Царами зовут те кветки в народзе. Песня старой. Попаданье. В осяды ходзе красуня помалу. Чауны потанули и сеть. Шумчуется у пушча. Сдымается хваля. Хрозно на берег не сеться. До дна расхинаются раптом к лыбине. Вскипая веров за веруха. Туды провалилася в бездна цялчина. Болей без слуха не духа. Цікаво, што на самой справе лясное озеро з'явилось у вынику карстового провалу. Так што легенда довольно близкая до рычаісності. Ранне из нас, когда твор Мецкевича прочитав яго несябра Ян Чаршот, где бы решил написать свою балладу. Проситесь. Я надразу признал, што не зможе сравняться за дамом у мастацци рифмуванье. Але подколоўся бра, што я вон и твор, будзе больш праудзивы. Бош матац сябетай адаме, наплёв прачасіны был я, ўсё ж занят баўшы паданье, яку я донесли старые.